Добрый вечер, уважаемые коллеги. Сегодня у нас 30 марта, время очередного правильного понедельника. Традиционная проверка связей, как меня слышно. Нет ли проблем с изображением, со звуком. Если есть, конечно же сообщайте об этом. Сразу же попытаемся исправить. Отлично. Ну, тех, кто знает тему, конечно же, замечательно. В любом случае, давайте обозначим вкратце сценарий нашего вебинара. Это основные фундаментальные события прошлой торговой пятидневки. Акцентируем внимание на том, на чем действительно можно было заработать, поскольку макроэкономический фонд был более чем интересным. Плавно перейдем к основным фундаментальным событиям уже текущей пятидневки. Думаю, что вы уже вкратце ознакомились с макроэкономическими отчетами и увидели, что есть на что обращать внимание. И в конце отвечу на вопросы, которые, может быть, у вас уже есть, либо возникнут в ходе самого вебинара. Очень хорошо, что нет проблем со звуком. В любом случае, имейте в виду, что если они появятся в ходе нашего вебинара, сообщайте об этом сразу же. Все, кто хотел присоединиться сегодня к нам, уже, думаю, на взборе. И, соответственно, те, кто не смог, уже посмотрят тогда запись на нашем официальном канале о маркетинге на YouTube. Давайте переходим теперь к, собственно, прошлой пятидневке. Уверен, что ряд сделок принесли вам соответствующую прибыль. Если нет, не расстраивайтесь. Еще макроэкономических событий будет более чем предостаточно, поскольку на этой неделе мы ожидаем Non-Farm Perils. Это самый важный макроэкономический отчет по американскому рынку труда, поэтому его можно уже использовать, к нему стоит подготовиться. Я думаю, что предоставлю вам, скажем, несколько дополнительных инфоповодов, либо, по крайней мере, фундамента в целом новостного, для того, чтобы у вас закрепилось точное представление о том, какой же отчет по факту предстоящих Non-Farm стоит ожидать и как его лучше использовать в сделках. На прошлой неделе, как вы наверняка заметили, рисковые инструменты вели себя весьма волатильно, умудрялись проделывать за одну торговую сессию по 100-150 пунктов. Это, опять же, активные движения, связанные с резонансом на прошлую фундаментально насыщенную неделю, в частности, на торговую сессию среды, когда у нас отметилась Джанет Йеллен, практически сломав все стереотипы, присутствующие на рынке и переубедив инвесторов касательно возможных локальных трейдеров, уже даже не в копии длинных позиций за американскую валюту, а уже против привычного тренда. Но, опять же, если вы относитесь к позиционным трейдерам, вы прекрасно оцениваете общую фундаментальную картину, я думаю, что заявления, хоть и Джанет Йеллен, но вряд ли могли изменить общее отношение к перспективам американской валюты. Европейская валюта во вторник достигла своего локального максимума, это уровень 1.10.28, и, в частности, это было связано с локальной слабостью американской валюты и еще позитивной статистикой из еврозоны. Производственный индекс PMI в еврозоне продолжил рост, достигнув уровня 51.9 против прогноза 51.5. Порадовали и данные по индексу деловой активности в производственном секторе Market Германии 52.4 против прогноза 51.5. В принципе, этого было более чем достаточно для того, чтобы у европейского актива сохранился положительный импульс, но все карты в буквальном смысле спутал другой отчет уже из США. Это индекс потребительских цен, который в феврале вырос на 0,2%, что, между прочим, стало первым повышением с октября 2014 года. За прошедший год базовые цены выросли на 1,7%. Общий показатель ослаб, если провести историческую параллель с лета 2014 года. И, разумеется, ключевой фактор, который снизил сленое давление, это те потери, которые нес энергетический рынок и, прежде всего, черное золото. Также стоит отметить, что данные по инфляции продолжают оставаться полноценным фундаментом для весьма важного решения американского мегарегулятора по срокам повышения процентной ставки. Эта тема остается номер один для всех финансовых рынков и по-прежнему все ожидают конкретных решений, комментариев, намеков и самого супоносного заявления со стороны ФРС о том, готова ли американская экономика к ужесточению монетарной политики. Пока что мы видим, что спекуляции на эту тему продолжаются каждый торговый день, если, конечно же, есть важные макроэкономические отчеты. Это либо аргумент за скорое решение, либо аргумент против. Но общая картина и, в принципе, общие ожидания, они не меняются. И те, кто следит за состоянием американского рынка уже давно, прекрасно знают, что события касательно повышения процентной ставки – это событие номер один и остается таковым уже на протяжении последних нескольких лет. Поскольку данные по индексу потребительских цен продемонстрировали локальный рост, мы видели то, что соответствующее давление по причине снова возросших спекуляций на тему повышения процентной ставки были негативным образом восприняты рисковыми инструментами, прежде всего европейским активом. Поскольку евро свалился на 140 пунктов до уровня 1.09 с небольшим, то есть с локального хая, который он демонстрировал во вторник – 1.10.28. Что касается пары доллара и японской иены, то, напротив, она прибавила около 50 пунктов, закрывшись в районе 1.19.21. И если посмотреть на ту динамику, которую пара демонстрирует сейчас, все-таки видно, что доллар не собирается сдавать лидерство рисковым активам, даже несмотря на локальные внутринедельные просадки. Говоря еще про инфляцию, стоит отметить аналогичные данные по английской экономике, в частности, точно такой же отчет по индексу потребительских цен. И мы видели то, что официальные данные за февраль подтвердили, что индекс потребительских цен в Великобритании не вырос в годовом выражении в первый раз за почти 55 лет. Годовой уровень инфляции вовсе оказался нулевым. Добавлю, что, опасаясь именно этого, Банк Англии некоторое время назад заявил, что процентные ставки, скорее всего, продолжат оставаться на достаточно низком уровне в течение следующих трех лет. Что весьма сильно разочаровал и быков, которые как раз сделали ставку на то, что британский мегарегулятор может последовать вслед за американским и тоже сообщить о возможности ужесточения монетарной политики. Но по факту мы видим, что на самом деле серьезных оснований для этого нет. На самом деле те экономические риски, которые уже сказались негативным образом на британской экономике, они не оставляют ее в покое. Они по-прежнему рядом и, разумеется, проходят в негативном включе через все основные макроэкономические релизы. И тут еще коррекция цен на нефть спроцировала соответствующее снижение уровня инфляционного давления. И это характерно, наверное, для всех рынков, с исключением российского рынка, где инфляция продолжает нарастать практически каждый месяц. На текущий момент она находится выше 17%. Что касается развитых рынков уже, то достижение целевых показателей по инфляции в районе 2%, это показатели, характерные для всех развитых площадок, это сейчас неизбыточная мечта. За нее, конечно же, цепляются, пытаются задействовать всевозможные меры экономического стимулирования. Но, как показывает статистика, все тщетно, поскольку инфляцию не удается разогнать, даже несмотря на широченный набор экономических стимулов. То же самое, в принципе, сейчас характерно и для британского мегарегулятора. К сожалению, инфляция продолжает снижаться. А если под соответствующим давлением будут находиться и дальше находиться цены на нефть, то, я думаю, что чуть ли не дефляция может стать следующей и вполне серьезной проблемой для экономики Англии. Если такие риски станут реальностью для британского рынка, значит, о повышении процентной ставки можно будет в прямом смысле забыть. Пока что эта тема для британской валюты, для фунта, как активно реагирующего на это, остается темой номер один. Для нас же это серьезный сигнал, говорящий в пользу того, что с точки зрения длинных позиций по британцу, особенно если делать ставку на средний долгосрочный трейдинг, сейчас лучше воздержаться. Что касается других макроэкономических отчетов, также можно плавно перейти уже на торговую сессию среды, где рисковые активы снова после просадки вторника взяли реванш. Связано это было, опять же, с новыми макроэкономическими данными, в частности, заказы на товар длительного пользования в США просили на минус 1,4%, что, в принципе, свидетельствует о сокращении спроса, тем более, что это товары длительного пользования, один из самых ключевых вкладчиков в плане динамики потребительского спроса и соответствующих показателей по темпам экономического расширения. Еще большим расчарованием для американской валюты стали комментарии президента ФРБ Чикаго Эванса, который высказал предположение, что ставки не будут повышены до 2016 года. Разумеется, он говорил про американский рынок. Также Эванс сделал значительный акцент на низкую инфляцию, которая вряд ли сможет достигнуть целевого уровня по 2% ранее 2018 года. По его мнению, одним из сдерживающих обстоятельств для индекса потребительских цен выступает дорогой доллар, который, к тому же, еще и подрывает конкурентоспособность американских производителей. Доллар на этом фоне снова сдал позиции. А вот европейская валюта, напротив, подогрета хорошими данными еще и со стороны ИФА, который у нас снова продемонстрировал рост 179 против прогноза 173. И европейская валюта, в частности, смогла прибавить за сутки около 50 пунктов, добравшись до уровня 1.09.71. Если вернуться к комментариям Эванса, я не думаю, что его комментарии стали каким-то откровением для рынка. По сути, он повторил то же самое, что мы слышали позапрошлую среду от Джанет Йеллен, что сильный доллар – это риски для экономики в целом. Но если уже вернуться к конференции и выступлению Джанет Йеллен в прошлую пятницу, также чуть забежим вперед, то, собственно, Джанет Йеллен дала четко понять, что уровень по инфляционному давлению далеко не определяющий в возможности принятия решения относительно повышения процентной ставки. То есть, если экономика в целом будет создавать достойное количество новых рабочих мест, если такие же уровни хорошие в плане улучшения показателя будут характерны для производственного сектора, то, в принципе, на относительно низкую инфляцию можно будет даже закрыть глаза. Поэтому, в целом, мне кажется, для тех, кто делает ставку на укрепление позиций доллара, подобные комментарии, которые мы практически выуживаем с рынка – это хорошая, целостная, фундаментальная картина, позволяющая нам не сомневаться в том, что доллар по-прежнему один из самых динамично растущих и расширяющихся в плане стоимости активов. Поэтому, если среди вас есть трейдеры, которые делают такую же долгосрочную ставку на укрепление доллара, как и я, я думаю, что эта сделка, эти сделки против основных конкурирующих активов принесут вам достойную прибыль уже в самое ближайшее время. Дополнительно обратим внимание, давайте, на нефть, особенно актуальную сейчас, учитывая ситуацию фундаментальную, характерную для рынка энергоресурсов, и особенно интересную тогда, когда мы, по сути, уже перевернули страницу с аналоговым периодом в прошлое и стали активно обращать внимание на поведение нефти, поскольку корреляция с рублем снова начинает усиливаться. Разумеется, говоря про нефть, здесь стоит обратить внимание на данные по запасам. На прошлой неделе запасы нефти в США выросли на 8-17 миллионов баррелей, против прогнозного повышения на 5 миллионов. И стоило только нефти, в принципе, перейти к логичному коррекционному движению, потому что запасы растут уже на протяжении последних 14 недель, и мы уже достигли исторических запасов с момента вообще накопления статистики, что в целом указывает на актуальные объективные проблемы избыточного предложения на рынке энергоресурсов, на что подкрепляется еще очень слабыми темпами экономического расширения, характерными для мировой экономики в целом. Отчет по запасам продемонстрировал рост, и, по идее, нефть должна была бы корректироваться, но появился еще более определяющий, еще более серьезный фундаментальный фон, с которым, конечно же, соперничать у нефти не было никакой возможности. И, разумеется, это ближневосточный конфликт, который по факту своего появления сразу же выбросил нефтяной актив с уровня 56 до 60 долларов за бренд, за баррель марки «Бренд». Произошло это по той причине, что президент Йемена был вынужден покинуть страну по причине государственного переворота с участием шиитского движения «Хуситов». Сразу после этого инцидента Саудовская Аравия отправила войска военную технику к границам Йемена и сообщила о готовности проведения полноценной военной операции на территории ближневосточного государства. Разумеется, данное событие, спровоцировавшее повышенный спрос на защитные активы, в какой-то мере стало фактором соответствующего прохладного отношения уже к рисковым инструментам. В целом здесь логику, я думаю, даже не стоит прослеживать, она довольно-таки очевидная. Если речь идет о геополитических конфликтах, которые подрывают доверие к рисковым инструментам, разумеется, растет соответствующий спрос на защитные активы. Пока что на рынке более традиционных защитных инструментов, кроме как доллара, швейцарского франка и золота, нет. Поэтому, если посмотреть на то, как вели себя эти активы по факту эскалации ситуации на Ближнем Востоке, то это непременный рост, который был также логично отыгран указанными инструментами. Особенным спросом пользовалась японская йена. И если посмотреть динамику пары доллар-японская йена, там, разумеется, лидером роста по факту этого конфликта был уже японский актив. А вот американской валюте пришлось потеснить свои позиции. Из важных отчетов четверга можно было выделить еще данные по еженедельным заявкам на пособия по безработице. Еще один позитивный сигнал 282 тысячи против прогноза 290. И почему я сделал акцент на то, что это позитивный сигнал? Потому что на этой неделе, как вы прекрасно знаете, нас ждут данные по Non-Farm Perils. И в какой-то мере последние макроэкономические отчеты готовят нас к тому, какую же статистику мы услышим по факту сейчас. Non-Farm Perils, данные по EDP предварительно в среду, нонки уже в пятницу, это самый важный макроэкономический риск по состоянию американского рынка труда. И если по инфляции, вроде бы как по итогам прошлой пятницы, было ясно, что смещен акцент относительно возможности ориентирования на этот показатель, то рынок труда по-прежнему остается одним из определяющих факторов. И если, конечно же, он сохранит тенденцию, которую мы видели в прошлый раз, то есть по факту публикации прошлого Non-Farm Perils, у американской экономики будет достаточно дополнительных сигналов, позволяющих сделать ставку на возможное более скорое ужесточение монетарного режима. Речь идет о повышении процентной ставки и речь идет о возвращении к прежним срокам подобного стимулирования, то есть это июнь 2015 года. Но может быть, если будут локальные макроэкономические разочарования, можно будет плавно перенести эту дату и переехать по срокам с июня на сентябрь. Но в целом ставка-то будет повышена. И даже изменение сроков, оно может повлиять лишь на скорость и силу роста американского доллара. Но на факт того, что он будет расти, это не влияет никак. Идем дальше. Другие важные отчеты уже касательно другого актива, фунта и другой экономики, британской экономики. Данные по ровничным продажам. Мы видели то, что по факту отчет оказался очень даже неплохим, 5,7%, против прогнозного роста 4,7%. Вроде бы как хороший сигнал, хороший позитивный отчет, долгожданный отчет, хорошая статистика, которую мы не видели по Британии очень давно. Но в целом это не смогло помочь британской валюте. Почему? Потому что этот макроэкономический фонд не смог совладать с негативом от риска дефляции, о чем мы с вами уже поговорили. В результате евро доллар закрыл сессию на уровне 1,0874. Фонд скорректировался, свалился в район 1,4850. И сейчас, глядя на текущую динамику, можно сделать практически железобетонную ставку на то, что пара продолжает активное движение в район 1,45. Что касается доллара и японской иены, то на фоне интереса к японскому активу мы видели, как пара в четверг поднялась с локального минимума на уровне 1,1832 и достигла уровня 1,1921. Доллар стал, конечно же, отбивать свои позиции у японского актива, тем более, что конфликт на Ближнем Востоке, так активно ворвавшись в общие оценки и ориентиры по основным финансовым активам, вроде бы как стал затухать и уже не провоцировал такого ажиотажного интереса в плане, скажем, трансформирования этого фундаментального фона в конкретные инфоповоды для сделок. Поэтому ближневосточная ситуация, в принципе, как это традиционно было, очень быстро появилась и очень так же быстро была практически забыта. Хотя для энергетического рынка сейчас это очень важный еще фундаментальный повод и, разумеется, дополнительная эскалация, дополнительные новости из Йемена и Саудовской Аравии могут стать причиной таких же динамичных движений, как мы видели во второй половине дня прошлой недели. Я имею в виду динамику нефтяного актива, это Brent и WTI. Что касается других макроэкономических данных, и, разумеется, давайте перейдем к уже самому, наверное, важному макроэкономическому отчету прошлой недели, это данные по ВВП, хотя в динамике я бы не сказал, что он стал самым важным, поскольку мы видели, что по факту других макроэкономических отчетов и инфоповодов многие активы вели себя еще даже более динамично, чем по факту публикации данных по экономическому расширению экономики США. Конечно же, речь идет о ВВП США, и на слайде вы сейчас видите, в принципе, тот фактический отчет, который мы наблюдали, это 2,2% против прогнозного расширения на 2,4%. Разумеется, фактический показатель не дотянул до прогнозного, спровоцировал немного, скажем, рачарованное отношение к доллару. Но, опять же, если посмотреть на то, где торгуется доллар против японского актива сейчас, мне кажется, что это легкое локальное разочарование, трейдеры уже забыли и снова переключились на активные покупки американской валюты. И еще раз отмечу, скорее всего, это правильный выбор, поскольку потенциальная покупка того же самого американца против той же самой японской иены сейчас на более-менее комфортных и низких уровнях может добавить несколько процентов, даже несколько десятых процентов к потенциальному исходу этой положительной сделки, если у вас хватит терпения просидеть в этом активе, скажем, до уровня 125-126, может быть, даже еще выше. Хотя, если, опять же, говорить про основные ориентиры со стороны крупнейших инвестиционных банков, цели-то очень агрессивные и амбициозные. Это не 124, не 125, а вплоть даже до 130. И если меры экономического стимулирования, направленные на разгон уровня инфляции в Японии, будут проводиться с, скажем, ожидаемой степенью агрессии, я думаю, что уровень 130 также может стать лишь перевалочным, перед тем, как пара двинется еще дальше. Но это забегая на очень вперед, на совсем, скажем, результативный исход позиционного трейда. Но поскольку мы все-таки стараемся анализировать ситуацию в целом, вкупе, я думаю, что эта информация может быть вам полезна, особенно если вы, так же, как и я, относитесь к позиционным трейдерам. Собственно, теперь давайте перейдем к макроэкономическим данным этой недели. Начнем традиционно с торговой сессии вторника. Отчетом, которым еще можно подготовиться, это данные по ВВП по Англии, индекс потребительских цен еврозоны, еще данные по ВВП Канады. Что здесь наиболее интересно? Конечно же, индекс потребительских цен еврозоны, поскольку, если вы смотрели уже сегодняшний брифинг, я сделал как раз еще один акцент на то, что разгон индекс потребительских цен и преодоление дефляции – это одна из ключевых целей, которой руководствуется европейский мегарегулятор. Поэтому получается, что сейчас время вроде бы как уже прошло после колоссальных мер экономического стимулирования. Да, пока нам еще трудно оценить отдачу непосредственно европейской программы количественного смягчения, но все-таки вроде бы как почва уже должна была быть создана для того, чтобы индекс потребительских цен демонстрировал планомерный прирост. Но, опять же, мы предполагаем, статистика располагает в целом, завтра у нас будет возможность оценить, насколько эти меры действенны в плане увеличения инфляционного давления. Если, разумеется, индекс потребительских цен покажет рост, то в целом это может даже поддержать позиции европейского актива. Однако, если индекс потребительских цен, что вероятность чего куда больше, все-таки снова окажется сохранить свое положение на отрицательной территории и будет демонстрировать спад. Это, напротив, еще один мощный фактор разгрузки для европейской валюты, для главного валютного риска, поскольку в очередной раз сосцентирует наше внимание на мерах экономического стимулирования. Что касается другого отчета ВВП Канады. Напомню, что к паре USDCAD мы присматриваемся уже довольно-таки давно. USDCAD у нас интересна в плане возможного решения по, соответственно, снижению процентной ставки. Пока все-таки точной уверенности в том, что Банк Канады может пойти на еще одно смягчение экономической политики, нет, но ожидания в какой-то мере есть. Поэтому, поскольку подобного рода события, они обычно внезапны для рынка, я советую вам обратить внимание на то, что это событие может быть актуальным, стать актуальным для рынка в любой момент. Это событие может быть нежданным, и мы можем увидеть снижение процентной ставки тогда, когда на это никто не надеется. USDCAD у нас по-прежнему сохраняет серьезный потенциал для роста, и если спекуляции на тему возможного снижения процентной ставки по Банку Канады усилятся, особенно на фоне тех экономических рисков, с которыми сталкивается эта экономика, я думаю, что USDCAD у нас сможет вернуться в район 1.28 и продолжить полномерный рост даже вплоть до уровня 1.3. Идем далее. Торговая сессия среды. Индекс деловой активности в производственном секторе Market, индекс деловой активности также в производственном секторе Market уже по английской экономике, важные данные по состоянию американского рынка труда, ADP, частное агентство и отчет, который готовит нас к официальной статистике Non-Farm Perls. Также по индексу деловой активности отметится и американская экономика вслед за еврозоной и Англией. И еще один важный отчет – это снова состояние запасов нефти в США. Думаю, что можно сделать, точнее даже обозначить 95% вероятность того, что мы увидим еще один прирост уже 15 недели подряд. А значит, еще один фактор разгрузки нефтяного актива, что может сказаться негативным образом и для российской валюты. Поскольку мы все-таки готовимся к Non-Farm Perls, наибольшее внимание советую обратить на данные по ADP. Показатели расходятся очень редко. Я думаю, что если по ADP мы увидим очередной прирост новых рабочих мест, значит, в принципе, с большой долей вероятности можно сказать, что доллар практически заручился поддержкой и, возможно, хороших данных уже официальной статистики. А значит, это еще один аргумент в пользу того, что пара доллар-японская иена у нас сохраняет очень неплохой бычий запал. В четверг спокойная торговая сессия, роничные продажи в Германии и сведения о заседании Европейского Центрального Банка по монетарной политике. Здесь в целом будем снова оценивать общий экономический вектор европейского мегарегулятора. Хотя, поскольку мы делаем это буквально каждый день в рамках наших ежедневных брифингов, я думаю, что вряд ли в рамках, скажем, этого события в четверг мы сможем услышать что-то новенькое. Думаю, что, скорее всего, даже нет. Все, что мы хотели узнать, мы уже знаем. Все, что мы не знаем, наверное, это только потому, что этого еще нет на рынке. Поэтому, в целом, торговая сессия четверга, скорее всего, вряд ли отличится повышенной волатильностью, чего нельзя уже будет сказать про торговую сессию в пятницу, когда нас ожидает официальный отчет от Минтруда США «Количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора» «Non-farm-parals». Также по совместительству еще «Страстная пятница», поэтому рынок будет облегчен по причине отсутствия многих игроков. «Страстная пятница» будет отмечаться в Австралии, в Новой Зеландии, в Канаде, в Швейцарии. И, разумеется, в целом волатильность будет достаточно низкой. Но, опять же, если учесть, что все-таки в этот день выйдет самый важный махер экономических отчет о неделе, я думаю, что волатильность, пусть и искусственным образом, но все-таки будет создана, и динамику достаточно интересную мы сможем наблюдать по основным финансовым активам. США, помимо новых рабочих мест, это уровень безработицы. В целом, опять же, если вернуться к оценке, последней оценке агентства Bloomberg, большинство аналитиков по версии этой оценки прогнозируют неплохой отчет, который продолжит тенденцию, может продолжить тенденцию прошлых non-farm-parals и, соответственно, оказать еще большую поддержку для американского доллара. В целом, именно на эту поддержку я рассчитываю тоже и продолжаю делать ставку на коррекцию рисковых инструментов и соответствующий рост американской валюты. И в целом, если резюмировать весь макроэкономический фон, который я обозначил, общее ожидание по рисковым инструментам и по доллару, можно теперь проанализировать ценовые ориентиры по основным инструментам. евро-доллар 1.0750, аут-юсд 0.77550, юсд-иена 121 и фунт-доллар 1.47. В целом, если посмотреть на то, как развивается ситуация сейчас на рынках, вы сможете легко заметить, как рисковые инструменты, особенно австралийцы, находятся под серьезным прессом. А вот американец особенно против японского актива, напротив, активно растет. Буквально сегодня, перед тем, как были открыты рынки, я полагал, что до конца этой недели можно обозначить вероятность роста пары доллар-японская иена в районе 120 с небольшим. Но поскольку уже за сегодняшнюю торговую сессию пара доллар-японская иена прибавила больше 60 пунктов, я планомерно перенес, подвинул эти ожидания и поставил в качестве потенциального тейк-профита на этих инвестиционных идеях по паре доллар-японская иена уровень 121. Советую вам обратить внимание на эти ценовые ориентиры, разумеется, сложить их с вашим собственным видением возможностей рынка на этой неделе и сделать уже на выходе общее фундаментальное решение, которое непременно принесет вам соответствующий уровень доходности. Собственно, на этом все. Основные события мы с вами обозначили. Если есть вопросы, конечно же, задавайте. Разумеется, ответим. На самом деле, Владислав, я бы предостерег от торговли таким образом, поскольку все важные макроэкономические отсчеты, они, в принципе, провоцируют очень серьезную волатильность. То есть, даже если вы угадаете с направлением движения рынка, даже если статистика, которая будет опубликована по факту, подтвердит то, что вы сделали верную ставку, обычно рынок реагирует на это событие очень активно, даже за несколько секунд, даже иногда минут до публикации самого макроэкономического релиза. Поэтому может получиться так, что вы поставите отложники, и волатильность, которая по факту non-farm peril в моменте достигает даже 100 пунктов, может поймать оба ваших отложника и, соответственно, с одной стороны сделать вашу сделку экономически необоснованной и невыгодной, поскольку вы будете зарабатывать на одном, скажем, направлении рынка, при этом терять абсолютно такое же количество пунктов на другом, противоположном направлении рынка. И еще более негативный сценарий, если у вас будут стоять еще и стоп-лоссы по этим отложенным ордерам. Поэтому может получиться так, что ваша торговая сделка, которая в перспективе, скажем, до конца дня, может оказаться результативной, но по причине неправильного позиционирования, не совсем консервативной расстановки отложников, может быть весьма убыточной для вашего депозита. Поэтому моя рекомендация, опять же, сводится к тому, что лучше эти отчеты использовать для определения общей фундаментальной картины и возможности для позиционного трейдинга. Если отчет будет хороший, после этого можно заходить в сделку и, соответственно, делать ставку на движение по факту сильного отчета на рост доллара и ожидать соответствующего результата, пусть и в растянутой перспективе, но, по крайней мере, без потенциальных рисков, поскольку в целом общее направление рынка будет уже определено. Что касается USDCAD, да, говорил, да, хорошее ожидание. Если вы в этой сделке, замечательно. Что касается того, хватит ли у него сил для того, чтобы пробить уровень 1.3, все когда-то случается в первый раз. Если посмотреть на динамику нефтяного актива, на самом деле это практически прецедент. Такого мы еще не видели. Если посмотреть, вернуться в 2008 год, когда золото в моменте приседало даже до 37 долларов за баррель, тогда все-таки рынок был в совершенно иных условиях. Тогда мировая экономика вставала на путь восстановления, соответствующие темпы экономического роста определяли соответствующий спрос на энергетические ресурсы. Сейчас этот баланс полностью разрушен, его как такового нет. И мы констатируем, с одной стороны, проблему исторического роста запасов, а с другой стороны, спрос, который был, нарастал в 2008 году, сейчас этого спроса нет. Напротив, новые экономические проблемы по ключевым регионам констатируют то, что спроса не будет. Эта диспозиция будет только усиливаться. И, к сожалению, рынок энергетических ресурсов будет находиться под серьезным давлением. И если, опять же, спроецировать это на динамику USDCAD, разумеется, слабость нефти приводит и к слабости канадской валюты. Поэтому уровень 1.28 – это ближайший ориентир. Дальше можно сделать ставку на уровень 1.30. Если этот уровень будет пройден, можно будет замахнуться снова уже в третий раз на уровень 1.32. Надеюсь, я ответил на вопросы, которые вижу. Тогда вопросов, если больше нет, Большое спасибо вам за внимание. Ждем тогда нонфармов. Разумеется, подключайтесь к нашим брифингам, смотрите, оценивайте общую фундаментальную картину вместе с нами. И я хочу пожелать вам результативных сделок. Надеюсь, что эту пятидневку вы сможете позитивным образом использовать для своих депозитов. Поэтому удачной торговли и увидимся уже в следующий понедельник. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok